Печальная урбанистическая картина. Вокруг нее часто прогуливаются пока что не состоявшиеся жильцы. И картина эта не меняется месяцами. Только вот баннер с телефонами о покупке жилья уже поистрепался. В 2014 году многие более 60 человек стали дольщиками будущей многоэтажки. Делом занялась компания «Брянс Горстройзаказчик». Через некоторое время строительство прекращается и проходит два года ожиданий дольщиков и аморфности строителей. Корень проблемы заключается в том, что на протяжении долгого времени Горстройзаказчик не выполнял свои функции, то есть привлекал дольщиков, но не было должного контроля со стороны предыдущего руководства Горстройзаказчика. Отсюда сложилась такая ситуация, что объекты не были построены в установленный срок. И все эти договора для его участия, и договора подряда, и на строительство данных объектов были затянуты. И не вовремя все это было исполнено. Чтобы стало понятнее, подрядчик сменился в процессе. В начале стройку доверили компании «Альцстрой». В 2015 году она уходит от дела, оставляя проект. Сейчас подрядчик «БМФ Автомост». Вероятно, это тоже камень преткновения. Документация, доставшаяся новому подрядчику, вызывает вопросы. Участники жаркого собрания с трудом могли друг друга понять. По классической схеме «Лебедь, рак и щука» бумажные вопросы обсуждали проектный институт, строители и технологи. Вот на сегодняшний день проектная организация говорит, самое главное назначить прорабок и подрядчиков. Сейчас дольщики ждут проектное разрешение, чтобы продолжить стройку. Люди просят только одного. Договоритесь, достройте. Кстати, на встрече имела место еще одна ремарка. Мол, все документы есть. Почти. Как вот сейчас выяснилось, да, из руководящего и проектный институт, и технолог, оказывается, все документы есть, нет самой начальной стадии строительства. Вот где-то что-то упустили. Речь идет о документах по нулевому циклу, начальной и важнейшей части строительства. Тем не менее, строить-то начали, только на девятом этаже остановились. Для всех не секрет. Мы уже знаем, что и объемы сдавались больше, было выполнено работ меньше, а указывалось в документации больше. Над всем над этим смотрел именно Брянсгрусстрой заказчик. Официально стройка остановлена с января месяца 2015 года. У нас уже с вами 17-й год. По итогам неясен вопрос бумажный, бюрократический. И городские власти обязались перед дольщиками держать проблему на контроле. Что сделаем и мы в наших последующих сюжетах. Андрей Мамошин, Иван Зюрев, События, Брянск.